Барометр Деловой России Результаты сентябрьского опроса продемонстрировали существенное ухудшение ситуации в промышленном секторе экономики. Барометр пробил канал, сформировавшийся за последние три месяца, и опустился существенно ниже его границ. Резкое снижение индекса произошло главным образом за счет существенного ухудшения ожиданий предпринимателей, в частности пессимистичного настроя относительно будущего объема производства, равно как и сокращение платежеспособного спроса. Текущее состояние предпринимателей также не внушает оптимизма. Бизнесмены отмечают значительное снижение спроса, цен и роста запасов готовой продукции. Все это ясно говорит не только об ожидании второй волны кризиса, царящем среди бизнесменов, но и о реальном, резко ухудшающемся положении предпринимателей, которые уже на себе почувствовали первые признаки второй волны. К благоприятным моментам, выявленным в сентябре, необходимо отнести замедление темпов падения занятости на предприятиях, что может говорить о некоторой стабилизации ситуации. Сегодня мы поговорим о государстве, о том, какую роль играет государство в современной экономике, о его регулирующих функциях и институтах, о том, каковы пределы разумного государственного вмешательства в экономическую сферу и о том, что бывает при выходе за эти пределы. В нашей студии председатель Федерального межотраслевого совета деловой России Антон Викторович Данила Данилян. Здравствуйте, Антон Викторович. Добрый день, Николай Александрович. Итак, насколько активную роль играет на сегодняшний день государство в экономике? Можно ли говорить о том, что рынка без государства, рынка в чистом виде, его сейчас не существует? Конечно, не существует. Государство пронизывает все сферы экономики, оно и регулятор, оно и собственник, оно и заказчик многих видов продукции, а некоторые государственные предприятия, наоборот, изготавливают эту продукцию. Поэтому, куда ни посмотришь, государство присутствует. Как же быть с рыночными законами, которые действуют независимо от нашего сознания, независимо от регулирования? Нет, тут нет на самом деле никакого противоречия принципиально. Просто в отдельных странах законы рынка мирно соседствуют с государственным регулированием. Оно не мешает действию этих законов, а лишь слегка корректирует, когда так называемые провалы рынка возникают. То есть некоторые ситуации, когда рыночные силы как раз лишь увеличивают какие-то диспропорции, противоречия, иногда проблемы, иногда просто конфликты возникают между людьми. В таких государствах, как наша, которая еще не завершила свой трансформационный период из такого чисто планового, зачастую государство выполняет не только вот эту аккуратную роль корректора действия рыночных сил. Иногда оно замещает собой нехватку предприятий, нехватку инициативных граждан, нехватку предпринимательства. То есть он фактически активный игрок, то есть еще один дополнительный субъект в числе других корпораций, крупных компаний, даже в числе крупных государств. Мы должны знать, что у нас есть еще один игрок, это государство. Да, ну например у нас слабенькая все-таки банковская система до сих пор. Частные банки еще не имеют таких больших капиталов, как это есть на Западе. И соответственно они не могут выдать огромный кредит, просто потому что соответствующие нормативы, которые устанавливаются центральными банками всех стран мира, будут ими нарушены. Если они попробуют выдать большой кредит Газпрому, Роснефти или частным крупным компаниям, таким как ТНК, БП или какому-нибудь там Новолипецкому металлургическому комбинату. То есть у них просто силенок не хватает. И как следствие пока еще есть крупные очень государственные банки, которые вот эту вот функцию возмещают. Есть и другие примеры, когда зачастую у нас в каких-то отраслях один-два производителя, не больше, частных. И у них вполне естественное желание монополизировать это состояние дел, никого больше на рынок не пускать. Государство зачастую в этих случаях просто какого-то своего агента выпускает на рынок рядом с этими частниками. То есть это какое-нибудь государственное унитарное предприятие, учреждение. И вроде как возникает что-то похожее на конкуренцию. А почему не могут другие зайти? Ну потому что иногда наши монополисты просто покупают себе хорошие условия существования. Они делают такие требования к участнику рынка, которые не может соблюсти вот просто частник, который только что зашел на рынок. Очень жесткие требования к оборудованию, к персоналу. Зачастую это требования к количеству лет, которые функционируют предприятия на рынке. К опыту реализации различных государственных заказов и так далее и тому подобное. Но это делается государственными руками, но против фактически государственных интересов. Вот мы, получается, начали с того, что государство дополняет рыночную систему и достраивает ее. Это в нашем случае. Если говорить о более общей ситуации, современное государство, каковы его основные функции, и какие у него есть инструменты для того, чтобы воздействовать, как вообще он осуществляет это вмешательство в экономику, в нормальной, так скажем, ситуации. В идеале государство это ночной сторож. Есть такая знаменитая фраза. То есть оно препятствует различным преступлениям. Есть правила, которые все должны соблюдать. Те, кто не соблюдают эти правила, те преступники. Вот государство такой сторож, который хватает за руку любого, кто пытается сделать экономическое преступление. Это в идеале. Но в реальности даже в самых развитых, самых либеральных странах Запада государство отнюдь не только ночной сторож. Государство активно вмешивается в рынок, начиная с валютных интервенций, операций, операций по регулированию курса национальных валют и заканчивая такими своеобразными методами, как функция подтверждения соответствия. То есть, когда специальные, аккредитованные государством организации говорят, этот товар соответствует и может реализовываться на рынке, а этот не соответствует. Его на нашем рынке реализовывать нельзя. Поэтому, ну, есть, например, такая вещь, как антимонопольное регулирование. Есть экологическое регулирование, потому что бизнес сам по себе готов будет эксплуатировать природные ресурсы самым варварским и хищническим образом. Его надо как-то сдерживать. Есть функция государства, связанная с тем, что у вас, ну, скажем, какие-то территории могут оказаться невыгодными для бизнеса с точки зрения расположения. Расположение по отношению к портам, к местам производства товаров, к местам добычи полезных ископаемых. Какие-то территории без всего без этого. Там возникает локальная безработица, просто потому что бизнес уходит из этих территорий. Надо что-то с ними делать. И государство начинает вот делять деньги для того, чтобы эти территории развивались, для того, чтобы там были какие-то льготные условия функционирования. Задерживать бизнес и задерживать людей. Валютная интервенция У нас получается государство, такой великий разум, который так активно вмешиваясь, развивает экономику, помогает следить за тем, чтобы нормы соблюдались. Почему же тогда предприниматели, как правило, и не только в нашей стране, они всегда стонут от этого вмешательства, говорят о том, что оно тут искажает, оно нам мешает. Лучше бы его не было. То есть, если бы и было, то минимально участвовало в этом процессе. Правильно. Пусть наряду с рациональными ограничениями на бизнес, государство нет-нет, да и занимается тем, что устанавливает нерациональные ограничения. Вообще, есть несколько, там, скажем, четыре, может быть, пять причины, откуда возникают нерациональные ограничения, на которые бизнес вот так остро реагирует. Да и не только бизнес, обычные граждане тоже. Во-первых, меняется жизнь. Вот, условно говоря, раньше не было персональных компьютеров, раньше были огромные компьютеры, которые сильно излучали. И для этого, чтобы защитить жизнь программиста, вот государство устанавливало требования. Какие должны быть требования к организации рабочего места, любого пользователя, вот, компьютеров. Прошло десять лет, появились персональные компьютеры. Огромные те компьютеры ушли в прошлое. Есть суперкомпьютеры, но они тоже практически ничего не излучают. Вот эти вот избыточные требования, которые по-прежнему проверялись, они стали ненужны. Жизнь изменилась. Это вот первая причина, почему возникают нерациональные требования. А ретивые чиновники продолжают надзирать и контролировать старые, кем-то, может быть, когда-то совершенно справедливо установленные требования. Второе. Есть категория вот этих требований, которые устанавливают государства, которые есть результат конкурентной борьбы. Вот я крупная компания, а вы, допустим, маленькая компания. И у меня вполне достаточно денег для того, чтобы купить самое современное оборудование, а у вас денег не хватает. Так вот, я в качестве требования устанавливаю обязательно вот только на этом оборудовании. С такими-то параметрами можно работать на этом рынке. То есть пролоббирую свою ситуацию в качестве господствующей. Я всех выкину отсюда. При этом, как я лоббирую? Ну, естественно, я в первую очередь иду к чиновнику, который устанавливает эти требования с помощью приказов, инструкций, а иногда даже законов. И договорюсь с ним. Опять же, у меня денег больше, у меня больше возможностей договориться. Третий вариант. Ежели чиновник, который действительно всю жизнь занимался изучением этого рынка, правил, как вот на рынке, ну, я не знаю, там, производство компьютеров или обычный розничный рынок, там, организация розничной торговли. Вот чиновник всю жизнь изучал, как устроено это все. Вот у него есть свои собственные представления, какие должны быть требования, которые защитят пользователей этого рынка. И вот он восстанавливает очень тяжелые требования санитарно-эпидемиологические, по здравоохранению, по уровню там качества, безопасности продукции. И он искренне верит, что так и должно быть. И когда он установил эти требования, согласовал, они стали обязательными. Бизнес, господи, думает, кошмар какой. И для того, чтобы выполнить эти требования, мне надо затратить миллионы рублей. Вот они садятся, и предприниматели ему показывают, ну, невыполни мои вещи. А он говорит, ничего, исполняй, исполняй. Так должно быть. Это соответствует требованиям, которые вот наше население предъявляет. Я же ради них все это делаю. Они ради тебя, ты должен исполнить, бери кредит и давай. Бизнес ему говорит, да как же так, я сейчас разорюсь. В других-то странах нет таких жестких требований. Это так действительно часто бывает. В России зачастую это гораздо более жестче. Вот. Ничего, говорит чиновник. И они тоже будут постепенно подтягиваться, глядя на нас. Это вот третья причина. Вот. Но бывают и всякие злоупотребления. Ну, если учесть еще, что у нас законодательство, оно часто пишется буквально с колес, и мы его тут по ходу дела его формулируем, а этим процессом занимаются чиновники и эксперты, которые на них работают, то получается, что он всегда объективно заинтересован, чтобы вот требования, которые требуются вот такие, они были вот заранее вот такие, да, чтобы дальше потом можно было отыгрывать что-то и где-то приходить к какому-то нормальному промежуточному состоянию, учитывая мнение и самих предпринимателей. То есть этот интерес к тому, чтобы ужесточить условия работы предпринимателя, у него заложен, когда он начинает писать это законодательство. Как вот с этим борются? Чаще всего, да. С этим борются путем общественных обсуждений. То есть до того, как соответствующая новая норма стала обязательной, ее надо обсудить. И без этого не должны приниматься никакие ни законы, ни инструкции, ни постановлений, ничего. Бывают, конечно, отдельные случаи в западных, например, странах, есть такие, когда без всякого обсуждения. Просто потому, что что-то загорелось и надо быстро потушить, надо быстро принять какую-то норму, которая чему-то вот нехорошему реально начинает препятствовать. Редко, но случается, особенно в финансовых рынках. Ну, например, раньше не было какого-то определенного типа финансовой пирамиды. Вдруг стали играть в эти финансовые пирамиды все. Надо срочно принимать закон, который бы наказывал за это действие. Его приняли, а потом уже начали обсуждать, что да, этот закон заодно, например, закрыл различные финансовые инструменты полезные. То есть теперь нельзя с ними оперировать. Как же так? Вот рынок лишился очень важного элемента. Ну что ж, давайте тогда вот спокойно уже пообсуждаем. То есть теперь уже не горит ничего, ситуация нормализовывалась. Но есть проблема, которая возникла из-за этого закона. Давайте теперь обсудим, какие должны быть сделаны изъятия из этого закона с тем, чтобы все-таки хорошие инструменты можно было бы задействовать на рынке, а вот плохие были бы все-таки прикрыты. Вот только в этих случаях можно разрешать, в кавычках, да, не проводить общественное слушание. Ну вот мы, кстати, констатируем, что в последние годы и правительство Российской Федерации, и администрации, и многие министерства и ведомства активно задействуют общественные организации, в том числе общественные организации бизнеса для вот так называемого оценки регулирующего воздействия. То есть мы прогнозируем, какие нехорошие и хорошие последствия могут быть от принятия того или иного проекта нормативного акта, который к нам поступил. Эта работа очень сильно развернута, в том числе в деловой России. И мы этому чрезвычайно рады, потому что мы чувствуем, что государство, по крайней мере в лице Министерства экономического развития, всерьез обеспокоено последствиями отдельных актов. И вот, кстати, может быть, это одно из немногих министерств, где чиновник не делает ничего про запас. То есть вот заведомо совсем плохие нормы не внедряет. Может быть, потому что само по себе министерство отвечает за развитие. За развитие, да. Атон Викторович, вот еще какая возможность есть у государства, которой нет ни у кого больше, да? Поскольку оно находится, так скажем, на вершине и имеет возможность обозревать все окрестности, то, в принципе, оно может определять и курс развития экономики. То, что мы называем государственной политикой. То есть на уровне министерства, на уровне отрасли, и на уровне предприятия, и даже множества предприятий, или на уровне какого-то устоявшегося рынка, мы не видим и не понимаем, как вообще должна развиваться экономика, например, такой большой страны, как Россия. И по идее бы вот здесь роль государства должна быть очень важной. То есть оно должно определять стратегию развития экономики и каким-то образом уже дальше ее транслировать через все свои институты, через нормы и так далее. То есть используя все свои функции. А вот есть она такая, вот эта вот ведущая роль у современного государства? Ну, говоря и о других, и о нас. То есть ведет оно как бы стратегическую экономику куда-то? Есть какой-то вектор? То есть видит оно что-то дальше, чем мы грешные, которые работают на экономическом уровне? Я бы так ответил на этот вопрос. Государство видит недостатки инерционного развития экономики. То есть вот если ничего не делать, вот оставить примерно все как есть, то государство видит, что у нас будут нарастать определенные проблемы, если ничего не делать. Значит, надо что-то делать, и оно вырабатывает соответствующие предложения. Но вот с реализацией этих предложений в течение всех, наверное, 20 лет рыночной экономики в Российской Федерации туговато. У нас была десятилетняя стратегия развития, которую команда Германа Оскаревича Грефа сделала 11 лет назад. Многие позиции этой стратегии были реализованы, но больше в части законодательства, а не в части экономических показателей вот такого структурно-содержательного типа. Сейчас у нас снова, до кризиса она была принята, но сейчас, поскольку кризис внес очень серьезные коррективы, то она доделывается. Стратегия 2020, то есть до 2020 года. Там тоже закладывается целый ряд механизмов, которые по идее должны обеспечить России устойчивый экономический рост с темпом в среднем существенно выше, чем 4%, которые считаются надежными для того, чтобы такая страна, как Россия, чувствовала себя уверенно, и ее бы не опережали многие другие страны, на котором надо бы сказать, что они нежелательно, чтобы опережали нас. Китай, который развивается там 9-10% в год, это из немножко другой категории. А вот мы все-таки в большей степени ориентируемся на развитые страны, в первую очередь европейские, и вот сравнивая себя с ними, мы говорим, что 4% это тот минимум, к которому надо ориентироваться. Так вот, в стратегии, в общем, кое-какие механизмы заложены, но я подчеркиваю слово «кое-какие». От изучения этого документа не возникло чувство комплексности, что он действительно составлен таким образом, что из одного раздела вытекают мероприятия другого раздела, из второго вытекают мероприятия третьего. Все это завязано в некую единую систему. Мы скорее видим некоторую эклектику, так вот, искусственно собранное разделение. Котировки акций. Котировки – это цены, по которым акция котируется, то есть торгуется в данный момент. Может быть, вся система в целом современная, то, что мы называем современным капитализмом, она все равно иррациональна, да? И тогда вот эта возможность, ну и последний кризис это показывает, возможность проследить вектор развития и как-то что-то опережающее сделать, предпринять какие-то меры, она в принципе невозможна. Мы имеем все-таки дело с некой иррациональной системой. Может быть, так? Если бы это было так, то многие бы государства, которые демонстрируют сейчас блестящие темпы развития и стремительно увеличивают свой экономический потенциал, да и не только экономический, вот эти бы страны ничего не смогли сделать. Мы имеем пример Китая, мы имеем пример некоторых Арабских Эмиратов. Может, они не доросли еще до этой иррациональности? Можно, конечно, и так сказать, но хотелось бы верить в лучшее. Хотелось бы верить, что все-таки Россия точно еще не доросла и стала быть способна точно так же генерировать длинные на перспективу программы экономического развития, которые бы реализовывались и тем самым уменьшали бы зависимость нашей страны от внешних шоков. Ведь кризис 2008 года – это результат не внутренний, в первую очередь, а, конечно, внешний. Именно уход капиталов многих зарубежных инвесторов с нашего фондового рынка привел к тому, что стали падать котировки акций. Как только они упали ниже определенных уровней, то начались так называемые margin calls. Все население выучило уже это понятие. Я говорю, все население уже выучило. Мы надеемся на это, да. То есть, другими словами, наши предприятия, которые брали кредиты, должны были увеличить залоги, поскольку залоги акций оказались несопоставимы с теми первичными уровнями, которые были до кризиса. А залогов уже не было. Соответственно, пришлось срочно разрабатывать такие меры ручного воздействия со стороны государства для того, чтобы наши самые крупные компании не попали в руки, в первую очередь, иностранных кредиторов. Именно это была основная цель. С этой целью более-менее успешно справились. Другое дело, что сама по себе зависимость российских компаний и российского государства в целом от состояния дел на внешних рынках, зависимость в первую очередь из-за того, что у нас там порядка 83-84% нашего экспорта это экспорт сырья и продуктов первичной переработки, вот эта зависимость крайне негативная, нехорошая. Кризис, к сожалению, ее только увеличил. На один, на два пункта. В принципе, мы вот рассматривали в нашей модели ситуацию такую, что государство играет рациональную роль и... Должно играть. Должно играть, да. И рациональность, вы назвали вот четыре причины, когда она выходит за определенную грань, и дальше начинает действовать уже как рациональный субъект. Но все-таки, если мы возьмем не на уровне государства в целом, а если мы возьмем ведомство, да, и ведь само ведомство начинает обладать некой субъектностью, у него складывается собственный интерес. Может быть, иррациональность проистекает, исходя из того, что ведомство начинает реализовывать этот свой собственный интерес. То есть не только на уровне отдельного индивида, там, чиновника или руководителя этого ведомства, а мы имеем дело с неким системным целостностью, которая обладает своими, ну, так скажем, целями развития, своими интересами внутренними. Может, они являются факторами рациональности? Вот как с этим бороться? Есть такой элемент, конечно, но, опять же, методы борьбы стали давно известными. Есть собственные вот эти корпоративные интересы ведомств на уровне нормотворчества, а есть на уровне уже правоприменения. То есть, когда заранее сделаны соответствующие нормы, приказы, инструкции начинают уже реально применяться, реально использоваться. Здесь есть, с одной стороны, так называемые административные регламенты принятия решений и вообще осуществления всех функций министерствами и ведомствами. Эти административные регламенты разрабатывались в течение довольно длительного времени, примерно с 2004 по 2010 год. И сейчас у всех министерств и ведомств есть не только положение, которое утверждает правительство и которое регулирует их деятельность, но и на каждую функцию, закрепленную за министерством и ведомств, написан кусок или целый отдельный регламент исполнения этой функции. Это важно с точки зрения того, что потом можно четко оценивать деятельность каждого чиновника, исполнителя этой функции. Если он выходит за пределы своей компетенции... Здесь важны санкции, то есть оценить. Оценка и санкции, которые в этой связи также присутствуют. Второе очень важное направление – это то, что базовые нормативные акты, которые генерируют различные министерства и ведомства, обязательному согласованию подлежат в двух органах. В первую очередь в Минюсте, если соответствующий акт ведомства содержит обязательные требования. И в Министерстве экономического развития для того, чтобы как раз провести оценку регулирующего воздействия. Вот это принято, и это очень важный элемент, который сдерживает вот это вот корпоративные интересы ведомства. Но вы совершенно правы. Одно дело – нормативно все оформить, а другое дело – по жизни, как оно будет выглядеть. И всякие контрольно-надзорные органы очень часто любят организовывать у себя специальные учреждения, экспертные центры, всякие организации, которые точно так же собирают мзду с бизнеса за исполнение тех самых функций, которые вроде как формально полностью отрегулированы, и нельзя выскочить за пределы чиновнику, который реализует эту функцию, нельзя выскочить за пределы регламента. На самом деле огромное количество всяких заковырочек туда вставлено, которые по-прежнему продолжают мучить бизнес самыми разнообразными следствиями. Вот мы так примерно посчитали, у нас получилось около двух десятков способов нарушения со стороны проверяющего чиновника, вот всяких там регламентных норм. Это и высылается для проверки человек, который не прописан в приказе проверки. Предъявляют какое-то служебное достоверение, непонятно, кем подписаны и как, потому что выясняется, что те правомочия, которые есть у этого чиновника, недостаточны, чтобы провести соответствующую проверку. Искажаются акты или неправильно оформляются акты, которые после проведения проверки должны быть подписаны двумя сторонами. В ходе проведения проверки изымаются различные товары, которые не должны изыматься в соответствии с приказом о проведении. Такие изымаются в количествах гораздо больших, чем это необходимо, например, для проведения лабораторных исследований. Но это все будет каким-то исключением по отношению к деятельности самого института в целом. А если весь институт начинает работать на несвойственную функцию, то есть он формирует административные барьеры, потом, используя эти административные барьеры, начинает получать соответствующую мзду, за то, чтобы их обойти. Когда целый институт начинает таким образом функционировать, как вот с этим бороться? Всякий раз надо взвешивать. Можно ли вообще в таком случае обойтись без этого института, если он ничего не может генерировать положительного, а только лишь вот проблемы. Если так, то, конечно, дело не в человеке, который возглавляет этот институт, это ведомство, например, а дело и в самой системе. Тогда нужно исследовать возможности других рациональных ограничений непосредством этого ведомства накладываемых. Например, саморегулирование. То есть образование из предпринимателей, работающих на соответствующем рынке, некоторой организации, которая сама следит и делает допуски на этот рынок. У нас сейчас бурный процесс идет, саморегулирование, но когда это еще? Второе – страхование. Когда вместо обязательных норм страхуются риски. То есть страхование фактически обязательное. Предприниматель, который ведет соответствующий бизнес, обязан застраховать свой риск. Поэтому если он где-то что-то допустил, слишком рискованное собственное поведение, и это привело к аварии, к каким-то там другим нехорошим последствиям, то есть страховой взнос, который он заплатил страховой организации, она покрывает, эта организация страховая, покрывает вот этот ущерб, который он нанес. Но есть и уголовные санкции. То есть если соответствующие действия предпринимателя привели к человеческим, извините, жизням, смертям, да к каким-то искалеченным судьбам или просто физическому непосредственному ущербу, то тут может быть и уголовное преследование. И в общем совершенно не нужно иметь соответствующее ведомство, которое следит жестко за исполнением норм, которые сама придумала, ради того, чтобы не было этих вот случаев. У нас сейчас в России, ну не знаю, может ужасную цифру назову, более 100 тысяч документов, содержащих обязательные нормы. Вдумайтесь в эту цифру, Саша. Ну не приятно, невозможно этот объем освоить и... Конечно, конечно. Необозримо. Дублируются. Устаревшие нормы есть. Масса всего. Поэтому да, некоторым институтам, ведомствам, министерствам, таким вот государственным институтам, очень удобно это все положение дел. Потому что это как ловить рыбку в мутной воде. Всегда можно найти какую-нибудь норму, снять ее с полочки и сказать, вот этой норме ты не соответствуешь. Поэтому извини, дорогой мой, но вот так-то и так-то на тебя такой-то штраф безумный. Не хочешь такой штраф платить? Ну принеси мне тогда в корзинке чего-нибудь, что будет приятно мне и моей супруге. Вот такого рода логика царствует еще вот с советских времен. Когда обязательные нормы фактически превратились в ужас для бизнеса. Надо последовательно отказываться от этого типа регулирования. В пользу страхования, в пользу саморегулирования. Но для этого нужна, к сожалению, не обойтись тут. Политическая воля. Без политической воли ничего не получается. А у нас, к сожалению, только-только некоторые наиболее прогрессивные министерства и ведомства, такие как Министерство экономического развития, да и аппарат правительства, в общем, конечно, тоже и администрация президентская. Вот только-только они делают некоторые шаги в эту сторону. У нас обязательно что-нибудь случается. Вот как назло. То Саяно-Шушевская ГЭС-авария, то ли еще что-то, сгорела там хромая лошадь в Перми. Вот что-то обязательно происходит, и тут же чиновники говорят, не, нельзя отказываться от норм. Как же так? Они сразу начинают безобразие. Хотя, в общем-то, все институты, которые должны были контролировать, как правило, они не срабатывают здесь. И пожарник не сработал, и те, кто должны были выдавать лицензию транспортную и так далее, и так далее. То есть они как раз не срабатывают. Поэтому, может быть, когда-то наши страховые компании станут настолько сильными, что их агенты будут более тщательно все это проверить. Потому что они-то будут отвечать деньгами за... Но для этого надо отказаться от норм, которые утверждает государство. Надо передать это как раз страховым компаниям. Пока еще не готовы, наверное. Любимый тоже тезис всех чиновников. А вот я готова передать, говорит какое-нибудь там министерство, эту функцию саморегулированной организации или там страховой компании. Но ведь они-то не готовы. Они еще маленькие по размеру, они еще не образовались. Надо идти через пилоты. Это палка в двух концах. Готовность возникнет тогда, когда передашь. Значит, есть некоторый переходный период, который вы совершенно правы заполняться или пилотными проектами, или определенным риском. Когда вот надо сказать, так, мы готовы отказаться от жуткого налога на добавленную стоимость, перейти на налог с продаж. Готовы. Но вот будет рост цен. Небольшой скачочек в момент этого перехода. Ребята, предупреждаем всех. Будет небольшой рост цен. Процентов 5. Но будет. Ну, это вот как раз тоже один из аргументов сразу. Да, но тем не менее, если мы идем сейчас на эти 5 процентов, допустим, роста цен, а потом больше никаких не будет, потому что переход осуществлен уже. Все. Действует налог с продаж. Совершенно другая конфигурация. И безумный налог на добавленную стоимость, от которого страдают все предприятия, канет в лету. И, соответственно, плечи расправятся очень многих. Налог на добавленную стоимость. НДС – это косвенный налог формы изъятия в бюджет государства части добавленной стоимости, который создается на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации. Налог с продаж. Налог с продаж – это косвенный налог, налог на потребление, взимаемый с покупателей в момент приобретения товаров либо услуг. Как правило, налог с продаж рассчитывается как определенная в процентах доля от стоимости реализованного товара либо услуги. Мы подходим к заключительной части нашей передачи. Я не могу не спросить вас о проблеме коррупции. И поставлю вопрос, наверное, таким образом. Вот все-таки коррупция в России, она имеет какие-то здесь корни, которые уже невозможно никак преодолеть. Или все-таки ничего здесь страшного нет, все этот процесс проходили, и мы пройдем, и мы сумеем ее побороть. Я уверен, что никаких присущих именно России свойств, которые бы определяли коррупцию, необходимость коррупции для нашей страны нет. Коррупция – это один из пяти способов обойти нерациональные ограничения. Можно уйти в тень, вообще невидим ни для кого. Можно через коррупцию подкупить чиновника. Можно договориться с другим ведомством, которое встречные какие-нибудь обязательные требования выставит. Можно обратиться к обществу и развернуть какую-то большую, очень публичную кампанию против этого соответствующего нерационального ограничения. Ну, наверное, можно еще найти некоторую крышу. То есть, всем нельзя, а мне можно. Просто, потому что у меня волосатая лапа такая здоровая. Где-то, наверное, пять таких основных. Коррупция – всего лишь один из способов уйти от нерациональных ограничений. Отсюда вывод. Или мы занимаемся изничтожением нерациональных ограничений, а если они все-таки появляются, мы тут же на них набрасываемся и уничтожаем. Потому что это такой процесс. Все время какие-то будут, но надо с ними бороться. Нужна какая-то иммунная система, чтобы она постоянно с ними боролась. Совершенно верно. И второе. Мы не должны допускать, чтобы с помощью коррупции возникала несовершенная конкуренция. Вот монопольное такое воздействие на других участников рынка. Когда я там подкупил чиновников, и он в итоге что-то сделал плохое всем остальным. Вот этого не должно быть. Что значит должно, не должно? Ну, с этим, опять же, без политической воли бороться невозможно. Вот. Раз. Во-вторых, нужно максимально раскрывать возможности допуска на рынок. С тем, чтобы все там участвовали. Вот у нас случилась беда. Погибли хоккеисты Ярославского локомотива. В результате, какое действие сделали чиновники? Они запретили компаниям деловой авиации, у которых меньше, чем 10 самолетов, эксплуатируется, вообще существовать. Отозвали сертификаты. Но это же абсолютный бред. Если у меня три самолета эксплуатируются качественно, почему меня гонят с рынка? Количество самолетов не является никаким показателем эффективности. Естественно, состояние этих самолетов, да, является. Но количества, конечно же, нет. А может быть, у меня будет 200 малых компаний, которые будут совершенно классно летать между вот этими крупнейшими аэропортами, свозя к ним людей, а потом уже трансконтинентальными рейсами, допустим, огромные Боинги и Аэрбасы полетят туда силами Аэрофлота, Трансаэра, и прочими известными компаниями российскими и зарубежными. Почему же вот этих маленьких-то надо обязательно гнобить? Это, знаете, презумпция виновности. Или, как говорит товарищ один из Центрального банка, геноцид кроликов. Вот не должно быть в экономике геноцида кроликов. Как раз малый бизнес является самым креативным, самым творческим и быстро растущим. Многие из них дохнут, согласен, умирают компании. Но многие не просто вырастают в крупные, они еще и дают толчок развитию отрасли. Ну и, кстати, когда мы фактически провоцируем предпринимателей на теневое поведение, они ведь перестают быть активными участниками и других процессов, то есть социальных процессов и политических. Потому что теневой человек, он ощущает себя неполноправным, он понимает, что за ним есть нечто, что не позволяет ему в открытую бороться за свои права, за свои интересы. В этом смысле теневое поведение, оно и с точки зрения государства в целом, оно опасно. Поэтому нужно обязательно создавать какие-то стимулы для вывода из тени предпринимателей. И какие-то шаги предпринимались, даже по нашему барометру, вот это было видно, что перед кризисом достаточно активно прошел процесс выхода из тени предпринимателей, но дальше вот опять ужесточение налогового времени, оно приводит к тому, что предприниматели начинают искать другие возможности для выплаты зарплаты и вообще ведения бизнеса через наличные расчеты. Вы абсолютно правы. У нас много направлений, которым можно было бы задействовать. В том числе, например, Межотраслевой совет, который создан в рамках деловой России. Это предприниматели, которые объединяются по отраслевому признаку. Сейчас их уже там порядка шести десятков. Вот наша цель сделать гораздо больше, то есть может быть даже пять сотен удастся в конечном счете. Так, чтобы эти люди, четко понимающие, какие проблемы и барьеры стоят, вот мешающие развивать отрасль, имели возможность все же таки не просто высказаться там где-то, пошуметь, да, но подготовить конкретные предложения по изменению законодательства, как раз по устранению тех нерациональных ограничений, которые являются источником для коррупции, источником теневого поведения бизнеса и мешают, по сути своей, развитию гражданского общества в стране. Мы надеемся, что деятельность подобных советов и активизация вот этого самосознания бизнеса переведет к очень положительным результатам. Спасибо, Антон Викторович. Я думаю, что вот на этой правильной, позитивной ноте мы закончим нашу передачу, потому что бизнес все более становится активным, он предлагает и пути решения, проблем, которые стоят перед ним, он выходит из тени, он самоорганизуется, создает соответствующие институты. Спасибо. С вами была программа «Барометр деловой России» и я, Николай Старков. Мы продолжим вместе с вами следить за бизнес-погодой и рассказывать о тех, кто ее делает. Увидимся в следующем месяце. Субтитры создавал DimaTorzok